Мировая научная литература, переведенная на государственный язык, откроет новые глобальные знания, уверены преподаватели вузов страны. Книги помогут развивать нестандартное мышление, креативный подход в решении глобальных проблем и структурное понимание философии Запада и Востока. Венера Есенгалиева возглавляет кафедру истории Казахстана и социально-гуманитарных наук Западно-Казахстанского аграрно-технического университета. Как историк и философ она прекрасно понимает, что знать собственную историю необходимо. Также необходимо иметь представление о мировоззрении глобальных игроков. И таким ключиком к образу мыслей и Запада, и Востока станут для ее студентов новые учебники «Золотая коллекция мировой мысли», переведенная на казахский язык. Сегодня мы должны готовить не просто медиков, инженеров, мы должны сегодня готовить людей, которые могут оценивать современные ситуации и обладать передовыми глобальными взглядами. И вот такие мировые учебники дают основу для того, чтобы мы научили наших студентов мыслить по-новому. И по этим учебникам мы не только будем учить студентов, но и будем учиться сами. Над учебниками трудится коллектив Национального бюро переводов. Первые 18 трудов уже в печати и скоро отправятся в библиотеки. Сейчас типография работает на полную мощность, печатается 10 тысяч экземпляров по каждому наименованию, то есть совокупный тираж, 180 тысяч экземпляров. У нас объемы работ растут и растут. Мы уже заявили, что на этот год у нас 30 учебников будут переведены. Педагогика, есть история мира, есть история искусств, и есть теория литературы в пяти томах. Это очень объемные учебники, есть международное право, есть международный бизнес, есть маркетинг, есть стратегический менеджмент. Переводчики и редакторы говорят, что в программной статье президента было заявлено 100 новых книг, но обратная связь с учебными заведениями показывает, что желание получить бесценную информацию настолько высоко, что, возможно, учебников будет больше. Татьяна Напольская, Ердинбек Жилкайда, Рулыкин, Жамраев, Алматы, Хабар, 24.